Матч открылся красочным предматчевым шоу, в котором приняли участие капитаны команд из восьми стран, а также талантливые воспитанники образовательного центра «Сириус». На льду шайбы игроков и тренеров поприветствовал президент России Владимир Путин. Дорогие друзья, приветствую всех участников соревнований и зрителей. Сегодня здесь в Сочи мы открываем уже девятый по счету Кубок мира среди юниоров. Мы приветствуем всех наших гостей, благодарим их за то, что они приехали в Россию. В России с особым интересом всегда относились и относятся к хоккею. Один из наших замечательных тренеров, Анатолий Тарасов, в столетии которого мы отмечали в прошлом году, говорил о спорте как о благородном соревновании ловкости, скорости, интеллекта. Уверен, что и сегодня, в предстоящие дни, молодые спортсмены продемонстрируют все самые лучшие свои качества, покажут замечательную игру, порадуют своих болельщиков. Поздравляю вас с началом соревнований и желаю вам успехов! Почетным гостем турнира стал и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Он отметил, что приятно видеть развитие и дальнейшую жизнь олимпийских объектов. Вернуться в Сочи для меня это очень интересно, знаково. Девятый кубок среди молодежных команд «Сириус» – это шаг в будущее хоккея. Российский Лока в матче открытие с трудом, но вырвал победу канадской сборной Альберты 3-2. Во второй день турнира болельщиков ждала насыщенная программа. Сразу три матча прошли на льду шайбы. По итогам первого круга группу А возглавил Лока с тремя очками, а в группе Б с победами в основное время лидировали Рэдбул и Керпят. В третий день турнира состоялись два матча группы Б. Сборная Альберты обыграла Мода, а Лока одержал уверенную победу над Давосом со счетом 4-0, обеспечив себе место в полуфинале. По итогам дня российская команда закрепилась в лидерах группы А с шестью очками, а канадцы поднялись на второе место. Спасибо большое за поражение. Много было моментов забить. И, наверное, вот только к концу второй игры получилось это сделать. Очень благодарен центральному моему денежку Максиму за готовку сработал. Да, не то что нервничали, просто хотели больше забить, быстрее отбирали шайбу. Просто агрессивно играли, поэтому немножко там заигрывались в атаке. И это привело к ненужным выгляням. Мы увидели, что команда Лока очень сильная. Несмотря на наши старания, они оказались сильнее нас. Но это соревнования. Ярославская команда Лока представляет Россию на правах действующего чемпиона молодежной хоккейной лиги. Лучшую клубную команду определят в финале 31 августа.